Сотрудничество, испытанное локдауном, президент встретился с главой Башкортостана. Мы не должны позволять различного рода, то ли ковидам, то ли западным санкциям, разрушить наши отношения. Как выйти на докризисный товарооборот? По ту сторону забора представители Федерации хоккея Беларуси посетили воспитательную колонию. Детям, когда они отсюда будут уходить, им будет гораздо проще социализироваться в обществе. О чем мечтали осужденные? Снежный бой. Коммунальщики борются с капризами зимы. Все быстро среагировали, все вовремя посыпали, вывели технику. Что в прогнозах? А также просроченный документ, легальная пиротехника и спасительный сигнал. В Беларуси стартовала республиканская акция «Сколько жизней сберег извещатель». Выйти на допандемийный уровень Беларусь посетила большая делегация из Башкортостана. На дворец независимости приехал и глава республики Радзи Хабиров. Наше государство плотно связано с российским регионом в сфере сельского хозяйства и машиностроения. Сотрудничество прошло, испытания локдауном и закрытыми границами. Теперь основная задача – выйти на докризисные торговые показатели. Я не думаю, что в снижении товарооборота причины только кроются пандемией и ограничениях, связанных с этим. Хотя не без этого. Наши отношения, как я уже говорил, проверены десятилетиями. И мы не должны позволять различного рода то ли ковидам, то ли западным санкциям разрушить наши отношения. Да, они не будут разрушены. Свидетельством тому является ваш визит в нашу страну. За этот год товарооборот между Беларусью и Башкортостаном составил уже 280 миллионов долларов. Однако это меньше, чем в прошлом году. Не ставить точку. Бобруйскую колонию для несовершеннолетних посетили представители Федерации хоккея Беларуси. Не обошлось без подарков. Осужденным вручили шлемы, нагрудники, клюшки и шайбы. Карина Гуревич заглянула за колючую проволоку и окунулась в быт воспитанников. Данил Самборский вот уже как пять лет расплачивается. За роковую ошибку. В прошлом учащийся колледжа стал на скользкую дорожку. Плохая компания обернулась воспитательной колонией. Сейчас жизнь 22-летнего парня идет в нужном русле. Он изучает английский, получает средне-специальное образование и мечтает стать профессиональным спортсменом. Но самым сокровенным остается желание вернуться домой. Сейчас уже понимаю, что это были со всеми друзья, которые, ребята, просто решили меня втянуть, скажем так, в незаконную деятельность, обороты наркотиков. Вот. На тот момент мне казалось, что это какая-то взрослая жизнь, что это будет возможность какая-то, ну, самостоятельно жить в плане финансово от родителей. Не хотелось себе в чем-то отказывать. Через некоторое время меня задержали уже. И после суда я приехал сюда. Федерация хоккея осуществила мечту воспитанников колонии. Представители организации привезли для осужденных спортивную экипировку для двух полноценных команд. Шлемы, коньки, шайбы, нагрудники, клюшки. К ним куртки, перчатки, шарфы и шапки. Эти подарки отголосок визита экс-главы федерации сенатора Дмитрия Баскова. Он смотрел инфраструктуру, отметил, что условия здесь созданы на хорошем уровне. Здесь есть и баскетбольная площадка, и воркаут-зона. Также они своими силами, ребята, сделали хоккейную площадку. Зимой заливают лед, но у них не хватает экипировки. Сюда не так много людей ездит. Не так много людей проинформировано, что здесь происходит вообще. И поэтому, если удается такая возможность, то любым федерациям нужно поддерживать данные инициативы, идти навстречу, приезжать, встречаться, разговаривать. Потому что это большое дело. И вот этим детям, когда они отсюда будут уходить, им будет гораздо проще социализироваться в обществе. Бобруйская колония для несовершеннолетних единственная в стране. Минимальный возраст осужденных 14 лет. С этого момента в Беларуси наступает уголовная ответственность. Одна из самых распространенных причин попадания за колючую проволоку – незаконный оборот наркотиков. Цель единственная – это чтобы он, когда выйдет в условия свободы, был просто простым гражданином Республики Беларусь, человеком. И чтобы у него, как и у всех у нас, все получилось. В учреждении созданы все условия, чтобы те, кто оступился, нашли себя в будущем. Здесь воспитанники колонии получают среднее и среднеспециальное образование, работают на производстве. Есть даже возможность удаленно обучаться в ВУЗе и изучать языки. Активный образ жизни – тоже часть будней. Зимой парни играют в хоккей, летом – в футбол. Ну что, два подхода и пойдем дальше заниматься. Да. Давай. И кто знает, может, совсем скоро Данила Самборского еще раз покажут на больших экранах, только уже в спортивных новостях. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Роковой маневр. Утром в Шкловском районе столкнулись две легковушки. Авария произошла в полдевятого вблизи агрогородка Городище. 28-летний могилевчанин при обгоне не справился с управлением. В результате «Опель» выехал навстречу и столкнулся с «Пежо». Водитель и пассажир немца госпитализированы. Причина ДТП – неправильный выбор скорости и износ шин. ГАИ напоминает о предельной осторожности в сложных погодных условиях. Очередной рейс, продленный паспорт и елка желаний. В Могилевской области стартовала благотворительная акция «Сколько стоит детская мечта?». Громкие сголовки дня далее в специальном обзоре. Очередной рейс по маршруту «Минск-Эрбиль». 417 бенженцев отправились на родину в Ирак. На борту только те, кто сам решил вернуться. Всего же, напомним, эвакуировано уже более 3000 человек. Беларусь и дальше продолжат оказывать помощь совместно с Консульством Исламской Республики всем тем, кто пожелает возвратиться домой. В Беларуси в очередной раз продляется срок действия документов, всего их около 300. В том числе, водительское удостоверение, справки о месте жительства и составе семьи. А также о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и паспорт. Если срок действия истек, например, 1 декабря 2021-го, то документ может использоваться до 1 июня 2022-го. В стране разрешили продажу пиротехнических изделий. Постановление, которое вступило в силу 7 декабря, принял Совет Министров. Главное помнить, покупка считается легальной, если вы приобретаете товар в установленных местах. Запрет, напомним, действовал с 11 августа 2020 года. В Могилевской области стартовала благотворительная акция «Елка желаний». Продлится она до конца декабря. Волшебное дерево с коробкой для подарков появилось в Нермаке областного центра. Вместо новогодних украшений – открытки с пожеланиями детей. Это воспитанники домов семейного типа и центров коррекционного развития со всего региона. Волшебникам стать просто. Нужно выбрать записку, а подарок положить в корзину. Сюрпризы адресатам передадут волонтеры БРСМ. Их служба опасна и трудна. Пятый отдельный специальный милицейский батальон отмечает 27-летие со дня образования. Слова поздравления в адрес правоохранителей прозвучали лично от мэра города. Александр Студни вручил награды поощрения лучшим сотрудникам. После здесь состоялся праздничный концерт. От всей души примите самые искренние поздравления с днем образования войсковой части 5527. В это нелегкое время мы способны качественно выполнять все задачи, возложенные на нашу часть. За много лет мы добились больших результатов. И сегодня, в этот день, хочу пожелать для вас семейного благополучия, счастья, удачи в службе и чтобы все мечты ваши сбывались. В милицейском батальоне служит порядка 250 человек. За долгие годы выполнено несчетное количество служебно-боевых задач. Обезврежено порядка 10 тысяч взрывоопасных предметов. Задержано более сотни преступников. Высокая мобильность, оперативность реагирования и техническая оснащенность службы охраны здесь всегда на высоком уровне. Сезонные заботы. Зима с первых дней принесла с собой снегопад и гололед. В предстоящие сутки синоптики обещают крепкий мороз. Коммунальщики работают в усиленном режиме, а медики призывают быть осторожными. Обо всем по порядку Ольга Васенда. Этот декабрь принес с собой настоящую зимнюю сказку. Но за ней кроются суровые реалии, с которыми уже вторую неделю борются коммунальщики. В ЖРЭО Первомайского района работа кипит полным ходом с утра до вечера. Все быстро среагировали, все вовремя посыпали, вывели технику. В принципе, когда снегопады, тоже стараемся с 6 утра, если вдруг видим, что на ночь уже насыпало или идет обильный снегопад, мы выводим сразу же технику в течение 30 минут людей, чтобы своевременно обеспечить очистку территории и посыпку. Здесь с капризами зимы справляются 79 человек. В помощь – снегоуборочная техника. На балансе предприятие 14 машин. Всего специалисты обслуживают 400 многоэтажек. Дворники начинают работу с 7 утра. Чистят снег на ступеньках и дорожках. Сбивают наледи на пандусах и других травмоопасных местах. Затем посыпают песко соляной смесью. Тем временем в режиме 24 на 7 трудятся и дорожники. К погодным сюрпризам готовы порядка 470 бойцов ДЭПа. На зиму заготовлено 12 тысяч тонн противогололедного реагента. На 3 тонны больше, чем в прошлом году. В апреле месяце мы получили два автогрейдера. Это белорусское производство «Амкадоры» G-160. И в июне месяце мы получили пять комбинированных дорожных машин на базе МАЗ 5219. В чем их отличие от старой техники? В том, что новая техника может летом выполнять мойку города и полив. В зимний период очистка от снега и посыпка противогололедными материалами. Несмотря на усилия коммунальщиков, в стране продолжают фиксировать гололедные травмы. Только за три недели в Могилевской области зарегистрировано свыше 100 таких случаев. Госпитализированы 33 пациента. В травмпункты, как правило, обращаются с растяжениями, ушибами и переломами. Медики призывают быть крайне осторожными и носить обувь на шипованной подошве из плотной резины. Если случилось несчастье на улице, дома, вы всегда можете обратиться. В городе оказывается квалифицированная помощь травматологическая. Она круглосуточная. У нас работают в больнице имени Морзонов БСМП. Это круглосуточный травмопункт. Также наиболее тяжелые травмы, которые происходят, оказываются в приемном покое. И прием проводится тоже круглосуточно. Синоптики прогнозируют обильные снегопады и морозы. Арктический антициклон нанесет в Беларусь резкое похолодание. Температура воздуха ближайшей ночью опустится до минус 11. На севере местами может быть до 23 градусов ниже нуля. Поэтому самое время утепляться и готовиться к испытаниям на прочность. Ольга Высенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Маленький, но жизненно важный прибор. В Беларуси стартовала акция «Извещатель в каждый дом». Спасатели посещают места массового скопления людей, квартиры и дома. Акцент на многодетных семьях, на людях, злоупотребляющих спиртным, а также на одиноких и инвалидов. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости установки автономного пожарного извещателя. Объясняют, как проверить его работоспособность и поддерживать в исправном состоянии. Интерактивы подготовлены для самых разных возрастов. Республиканская акция продлится на 12 декабря. В прошлом году, благодаря сработке автономного пожарного извещателя, в нашей стране были спасены 65 человек, 21 из которых – это дети. За 10 месяцев текущего года, благодаря автономному пожарному извещателю, спасены 86 человек, 23 из которых – дети. К слову, в стране в 2021-м огонь уже унес 604 жизни. Инспекторы рекомендуют устанавливать АПИ в каждую жилую комнату. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»